И в продолжение темы. Безопасность превыше всего. Несмотря на снижение пассажиропотока в воздушной гавани окружной столицы, продолжают действовать усиленные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В павильоне прилета дежурит бригада медиков, а в зоне вылета установлены обеззараживающие установки. Далее все подробности. Крылатые красавцы в воздушную гавань окружной столицы стали прилетать гораздо реже. Например, этот самолет, выполняющий рейс из Архангельска, за сегодня единственный борт, прибывший из другого региона. Загрузка неполная – порядка 50 человек. Из-за низкого пассажиропотока авиакомпании сократили количество рейсов. Однако, необходимости полностью закрывать авиасообщение сегодня нет. Считаю излишним закрывать аэропорт, так как это единственная артерия, через которую можно доставить лекарства, почтовые отправления и все, что необходимо людям. Сейчас с аэропорта очень много завозят, так как пассажиропоток небольшой, очень много груза ведет, хотя рейсы сократились весьма существенно. Более чем в три раза сократилось количество рейсов. Ну а пассажиропоток упал практически процентов на 70. Для обслуживания оставшихся 30% пассажиров в аэропорту окружной столицы введены меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Транслируются аудио и видеоролики, в которых напоминают о симптомах и мерах профилактики. В павильоне выдачи багажа дежурит бригада медиков. У прибывших пассажиров обязательно проверяют температуру тела. Причем неважно, откуда прилетел человек. С большой земли, месторождения или отдаленного населенного пункта Заполярья. Входной фильтр обязаны пройти все. Считывает температуру тела на расстоянии 10-15 сантиметров. Когда пассажиры приходят в здание прилета, выдаются термометры электронные, затем замеряем еще бесконтактно. Если кого-то выявляем, записываем, передаем. По словам медиков, пассажиры к таким нововведениям относятся вполне спокойно. Что же касается зала вылета и стерильной зоны в основном здании аэропорта, здесь установили так называемые дезары. Это аппараты для обеззараживания воздуха. Как только появилась вспышка, как только у нас был организован оперативный штаб, мы сразу предприняли определенные меры. То есть мы успели еще срочно закупить вот эти дезары. Они буквально пришли на прошлой неделе, с пятницы. Мы установили их в стерильной зоне, в зале вылета, там где проходит регистрацию. Это сделано для того, чтобы обеззараживать воздух. Они работают начиная с 8 утра и до окончания выполнения полетов. То есть люди находятся, скажем так, в обеззараженном помещении, потому что там ультрафиолет, фильтры есть, которые задерживают и грязь, и микробов. И работают они в постоянном режиме. Рейсы по местным авиалиниям выполняются согласно расписанию. В отдаленные уголки Ненецкого округа по-прежнему доставляют пассажиров, грузы, корреспонденцию и медикаменты.